Друзья, прямой эфир. Сегодня 13 августа 2024 года. Перед вами Константин Боровой из Лос-Анджелеса из эмиграции. У меня просьба больше не писать в фейсбуке, потому что я здесь весь в этой ленте. Сюда, пожалуйста, пишите. Я традиционно постараюсь ответить на все вопросы и потом запишу ролик с ответами на вопросы, на которые не успел ответить. Вот. У меня есть еще вопросы заранее заданные. Ну, может быть, я с них начну. Да, значит, там много интересных. Так. Не кажется ли вам, что началась раскрутка Яшина? Занимается ли этим Кремль осознанно? Значит, интервью Дудю. Вы знаете, у меня нет ощущения такого. Может быть. Очень может быть. Меня не очень интересует Яшин сам по себе. Он очень слабый политик, эмоциональный такой, знаете, мечущийся. То так, то эдак. Это не их материал. Если иметь в виду спецслужбы российские, это не их материал. Они людей с истеричной такой конституцией не очень любят. Им нужны вот как Навальный такой трактор. Выбрал направление и поехал. Они, конечно, они могут вынудить к сотрудничеству любого человека. Это известно. У них инструментарий очень мощный. Шантаж, убийство. Они ничем не брезгуют. Но, с другой стороны, знаете, у меня, в общем, опыт общения с этими ребятами довольно большой с ФСБ. Значит, вот по комиссии расследования убийства Галины Васильевны. Они чиновники такие, знаете, скучные чиновники. Там есть люди, Галины Васильевны Старовойтовой, да, что-то у меня задержалось. Там есть люди активные, боевики такие, которые пытаются захватить бизнесы. Ну, это очень-то такая редкая специфическая порода внутри этого сообщества. А в основном это чиновники скучные, занудные. Вот, когда мы расследовали неожиданную статью против меня в «Московском Сомольце», Хинштейн написал, что я сам себя взорвал. Вот, вышли на его куратора. Ну, там все доказали, я уже об этом много раз говорил. Я встретился с директором ФСБ, сказал ему, что вот, кто куратор у Хини, зачем вы это делаете? Он испугался страшно и отвечал как заводной. Все делаем по закону. Ну, неинтересно. Я не думаю, что из него что-то они смогут сделать. Они, конечно, очень сильно получили удар из-за того, что погиб Навальный. И это миллионы долларов, то, что было вложено Навального в его раскрутку разными способами. И они сейчас пытаются как-то восстановить этот хороший инструмент. У них не очень получается с навальнистами, которые оказались за границей. Они как-то отошли. Ну, перестали быть так управляемыми, так как они любят. Стопроцентно, как вот с Навальным это получалось. Что скажут, то и делают. Вот. Юлю пытались подключить с Певчих. Тоже какой-то был у них проект явный. Но она пытается, во всяком случае, быть очень независимой. Любовь Соболь. Значит, явно у них ничего не получается с ней. Она слишком эмоциональна для такой работы на ФСБ. По поводу пропаганды Кэмэл Харрис. Сейчас, да, тут много вопросов. Про байкеров. Сейчас. Я уже видел, есть вопросы в ленте. Почему люди из России поддерживают Диам-партию? Ну, имеется в виду, видимо, американцы, которые голосуют в Соединенных Штатах. Но это было. И это действительно явление очень странное. Ну, вот пример, о котором я довольно часто говорил. Мой знакомый, профессор, просидевший пять лет в отказе, только и мечтавший смыться от этого коммунистического деспотизма. Вот. И приехал сюда и начал поддерживать здесь демократов, социалистов. Похоже на мазохизм. Я сейчас вспомнил просто то, что, значит, называется, что в России нету, известная актриса сказала это, что в России нету извращений. Там и садизм, и мазохизм – это, в общем, предмет нашей жизни. Настоящее извращение – это балет на льду и хоккей на траве. Ну, вот такая шутка. Там разные причины есть, понимаете. Есть Маша Гессен, есть Саша Гольдфарм. Но они сотрудничают с демократической партией. У них контракты, соглашения. Они им помогают, раскручивают. Гарри Каспаров, вот все предстают сейчас к Гарику, что он вроде меняет позицию, но он очень долго, я не помню, чей это был пост, слишком долго поддерживал демократическую партию, ругал Трампа. Ну, форум «Свободная Россия» – это миллионы долларов провести такой форум, пригласить пару сотен гостей, кормить, поить. Гарик не олигарх, он зарабатывает сеансами одновременной игры, шахматами, учебниками. Известно, что на чемпионате мира они состязаются, получают в результате миллион долларов в качестве приза. Но это, в общем, небольшие деньги. Потратить пять миллионов или два миллиона на форум «Свободная Россия», он просто не может себе позволить. Ему необходимо сотрудничать с разными администрациями, но в данном случае с демократической партией. Ну, они такие не цивилизованные, они требуют за это каких-то действий, лояльности, поддержки. Меня, я, по-моему, рассказывал это уже, при создании партии «Западный выбор» пришла большая группа ребят, которые скажут, что вот мы ЛГБТ-сообщество, значит, давайте мы вас будем поддерживать, вы такие за свободу, Валерий Ильинич, но они почему-то очень любили. И потребовали, чтобы мы включили в программу «Их пункты». И Лерочка совершенно против была, что это обычные гражданские права, мы там отдельно инвалидов, отдельно ЛГБТ, отдельно там какие-то другие группы выделять не будем. И они пошли в партию Нечаева. То есть, ну, фактически они пошли в партию Путина, потому что вот эта вот партия, она испытывала, она с разрешения Путина была создана Нечаевым. И это же было, похожее явление было во время революции, там, до революции, после. Вот эти люди, борцы за свободу, там, сексуальных отношений, они очень поддерживали большевиков, и большевики использовали их до момента, когда победили. А потом, ну, все об этом знают, гомосексуализм был признан уголовным преступлением. Это общая тенденция, общее желание социалистов, левых, коммунистов всех построить. Ну, что это за свобода сексуальных отношений? Нет, только то, что мы разрешаем. Это вот такая концепция глобальная социалистов. Так, значит, а, где-то разместил, Григорий Тамар, где-то разместил интервью со мной или мое интервью с ним. А завтра я его размещу. Ну, довольно интересно. Интервью мы говорим о внутренних проблемах Израиля. и я предложил дебаты, очень жесткие, довольно жесткие правила, там, не перебивать друг друга, не отвлекаться от темы, не, соответственно, не персонифицировать проблему, доброжелательные, не оскорблять друг друга. Ну, вот, Григорий, он сказал, что он журналист, а не политик. Но он, скорее, даже не журналист, а очень слабый политик, начинающий. И он все эти правила нарушил во время наших дебатов. Ну, собственно, послушайте, меня обзывал там страшными словами, там, намекая на то, что там, мы те, кто не поддерживает реформы судебные, тот, кто не поддерживает олигархов израильских, мы проститутки. Там резкие очень выражения были. Перебивал меня, перевел тему на зачем-то на выборы в Соединенных Штатах. обвинил меня в том всем. Посмотрите, это интересно. Я не очень спорил с ним, потому что он, потому что он, из-за того, что он вот, ну, слабый еще политик, растущий, он очень много ошибок совершал, таких, знаете, детских. Увидите это. Так, к дебаты. Значит, этот вопрос мне задали до того, как я опубликовал свою позицию по заявлению Шлозберга о партии крови. Значит, я пересказывать сейчас не буду, нету времени, но у меня четкая позиция Шлозберг своим заявлением о партии крови фактически поддержал Путина. К сожалению. Это тот самый случай, о котором я довольно часто говорю, и Лерочка часто говорила. Нету компромиссов не должно быть в принципиальных вопросах, концептуальных. Это ошибка. Ну, почитайте мое заявление, оно Лев Шлозберг. Заявление о партии чужой крови. Пробили очередное дно. Ну, мне пишут тут сейчас, что это прямо вот про меня. Он сказал поддержку Украины, это значит преступление. Но это уже столько раз обсуждалось, это проблема наших мальчиков. Так, Константин Натанович, вот значит вы говорили о необходимости капитуляции, о переговорах, значит вот Курская область. Понимаете, я восхищаюсь тем, что Украина предпринимает в Курской области, но, к сожалению, это здесь эксперты об этом говорят, почти все одно и то же, что это попытка изменить позиции Украины на переговорные позиции. Наступление в Курской области не отменяет переговоры. Это попытка заставить Путина отказаться от такой хамской, в общем, радикальной позиции. Наступление в Курской области это ход очень необычный, интересный, правильный, наверное, очень рискованный, но правильный ход. Но это никак не освобождает территорию Украины, не меняет ситуацию в войне внутри Украины. Хотя создает некоторый новый параметр, важный для Украины. Так, я возвращаюсь в ленту. Давайте я с конца начну для разнообразия. Так, Сергей, Овёт, Виктория, как вы думаете, зачем чеченцы воевали в Сирии? Ведь это не их война, у них своя война идет. Ну, Виктория, Рамзан Кадыров создаёт сильную армию. У него очень серьёзные планы относительно будущего Чеченской республики. А он, насколько я понимаю, планирует активные действия после того, как начнётся процесс распада России. Возможно, он даже планирует такое воссоздание империи, что ли. От моря до моря. Ну, во всяком случае, это уже такие слова произносились. Вот. Ему нужно поддерживать боеспособность армии. Пока, ну, вот то, что мы видим, это, ну, то, что называется понтами, понты. то есть это не очень боеспособная армия. И пока я бы сказал, что в переходный период вероятнее всего всё это рассыпется, разбежится, а сам Рамзан Кадыров где-нибудь за границей окажется. Вот, но идея сильной армии, влиятельной армии, армии, которая защищает Рамзана Кадырова, в том числе и сегодня от там московских силовиков, эта идея греет душу Рамзану Кадырову, это видно совершенно. Именно поэтому они и в Сирии, и в Украине, и рядовой армии Путина пытаются больше, конечно, продемонстрировать, декларировать свою поддержку Путину, хотя у него это не очень получается. Так, Никита Павлов, укрепление РОС, 17-й, борьба с внешними врагами, все по кругу идет. Ну, да, Никита Павлов показывает, что Россия ходит по кругу, ну, вернее сказать, по спирали, понимаете, это все-таки развитие, но развитие с повторяющимися событиями лекций, которые я читаю здесь, в университетах об истории России, они так и называются, русская спираль. Добрый день, как вы относитесь к тому, что история, да, циклична, конечно, это Джон Уик, как ответит народ на вторую волну мобилизации в России, которую планируют в декабре. Ну, Джон, ситуация в России совершенно управляемая, это авторитарный режим, довольно жесткий авторитарный режим, если им понадобится сделать вторую мобилизацию, включить пропагандистскую кампанию, деньги, ну, представьте себе, люди, которые живут на зарплату 10 тысяч, это работающие, а пенсионеры там от 6 тысяч, 6 тысяч это сколько? Это 10 тысяч это 100 долларов? Да, 10 тысяч это 100 долларов, 6 тысяч это 60 долларов, 2 доллара в день, ну, это и вдруг предлагается там этим семьям, которые живут на 100 долларов, просто первый взнос там 15-17 тысяч долларов, то есть какие-то невиданные деньги, ну, конечно, они принимают решение, что там глава семьи там или член семьи, все как в Палестине, понимаете, они существуют, отдавая в это в эту топку войны своих мальчиков, вот, так что нужно будет, эта мобилизация легко пройдет, так, Инна Шифанов, Шифанова, неужели вы за кризис в Израиле, но это ошибка, это ошибка, так ошибка, и да, этот долгий кризис связан с США одновременно, Инна, значит, вот, в своей дискуссии с Георгием Тамаром я предложил, я вас поддержу, Георгий, если вы скажете, что вы против демократии, что Израиль не должен быть демократическим государством, в состоянии окружения врагов, надо, чтобы этим управляли олигархи, там, может быть, не левые олигархи, как сейчас, но жесткая система управления, понимаете, Путину очень легко принимать решение, ему не нужно согласие или обсуждение чего-то с парламентом, он принял решение, парламент проголосовал, вот, но все же говорят, в том числе и там Георгий Тамар, Григорий, то есть Тамар, что Израиль демократическое государство, израилетяне выбирают парламент, и оказывается, что какая-то такая судебная структура, которая сама себя назначает, выбирает, всем управляет, юристократия, кто-то из экспертов израильских это назвал, я знаю как это по-английски, по-русски это так просто не переводится, но в общем смысл юристократия, власть Верховного Суда, это наносит колоссальный ущерб Израилю, экономике Израиля, Израиль самое дорогое государство, почему? Потому что нет конкуренции, потому что все в руках вот этой группы, попытка ввести конкуренцию натыкается на сопротивление, ну в том числе Верховного Суда. Друзья, сейчас смотрит эфир 200 человек и только 57 лайков. Что такое? Ну-ка давайте, я на вас работаю, работайте и вы на меня. вот так, я не за кризис в Израиле, но я знаю, что события 7 октября произошли сразу после того, как призывники, защищавшие Израиль, летчики, отказались, начали бороться с главнокомандующим, с Натаньяху. Но это предательство было, если называть вещи своими винами, просто предательство, предательство своего государства. Сейчас Георгий Тамар меня уверял, что как вам не стыдно обменять их в предательстве, то это предательство настоящее было. Так, как вы думаете, пишет Виктория Каштаненко, если бы Путин не помог осаду, то осада была такая же судьба, как у Саддама, не значительно хуже, его отстранили бы от власти без всякого суда, просто их перебили бы его армию, там степень ненависти, которая была к осаду, была такой, что только Путин мог его защитить, спасти, причем не слабенькими усилиями. Вот. Это очень слабая группа внутри сообщества, так сказать, слабая и в смысле организационном, и в смысле военном. Без помощи Путина эти ребята не жильцы. Если бы Путин не помогал осаду, осады уже давно бы не было. Может быть, и суд был бы, не знаю. Алла Ефимова в яблоке требуют ЛГБТшники своих прав. и это мешает популярности яблока. Новодворское право нельзя выделять отдельные гражданские права. Алла Ефимова. А ридер тот. Костин Натанович, вы были знакомы с генералом Петровым. Что думаете про его концепцию общественной безопасности? Я был знаком с генералом Петровым, но про концепцию общественной безопасности, дайте я посмотрю, что это такое. Виктория Каштаненко. Путину плевать на вторжение, ему не угрожает. Ему это не угрожает, Виктория говорит о Курске, Виктория ему это угрожает. Понимаете, если там есть опасность, знаете, такая трансцендентная, я бы сказал, опасность, что к вторжениям могут начать присоединяться вооруженные силы России. Это же ведь способ разбудить самосознание военных, понимаете, показать что вот эти пропагандистские установки Путина, Кремля, они лживы. И действия Украины убеждают их в том, что не все так прямолинейно, как об этом говорит Путин, пропаганда. И эта опасность существует. Ее боится Путин, боится окружение Путина. И они предпринимают серьезные очень усилен. Они в страшно неудобном положении, понимаете, то есть отвод войск из Украины изменяет их стратегию в Украине, не позволяет им вести наступление, захватывать новые территории. Вот. И в общем стимулирует к переговорам, хотя вы уже знаете, наверное, Путин сказал, что раз так, раз Украина так себя ведет, то мы никаких переговоров вести не будем. Это означает, что готовы к переговорам. Все как бы наоборот. так, как отреагирует Кремль, если Украина конституционно присоединит Курскую и Белгородскую область к территории Украины? Ну, сначала нужно Курскую и Белгородскую область захватить полностью, вести свою администрацию. По многим причинам это трудно. Все-таки Путин обладает еще серьезными военными силами и демонстрирует это. Вот пока уже начались такие, знаете, действия Запорожского АЭС подожгли, дым идет, там неизвестно, что внутри происходит. Это все на территории контролируемой российскими войсками. Но дым такой показательный идет. Зеленский уже назвал это провокацией. Шантаж. Так что непонятно, стоит ли сегодня оценивать эту маловероятную ситуацию присоединения Курской и Белгородской области. Я рассчитываю на то, что все-таки начнутся переговоры и Украина таким способом стимулирует начало этих переговоров на таких нормальных, что ли, адекватных условиях, не на тех условиях, которые выдвинул Путин для начала переговоров. Вот я надеюсь. Но в последнее время я не владею какой-то инсайдерской информацией, я не знаю, что там происходит в переговорном процессе, просто не знаю. Так, Билл пишет, и тот факт, что Путин правит 25 лет, думаю, не его заслуга, а серьезно, у него серьезная крыша в лице мирового правительства. Ну, я бы не говорил о мировом правительстве, но, скажем, ситуация последнего времени, когда демократическая партия США поддерживает его, пытается с ним договориться, и, в общем, не очень скрывают этого. Мы не хотим разгрома Путина. Это же фантастическая ситуация, дать Украине оружие, и, да, парад на Красной площади довольно быстро произойдет. Вместо этого поддержка Путина. Это, конечно, ошибочная политика, но будем рассчитывать на то, что она изменится с отходом демократической партии от власти. Бабченко удивляется, а где же вставай, страна огромная. Виктория Каштаненко, понимаете, тут противоречивая ситуация. С одной стороны, Путину, конечно, нужно было бы призвать страну огромную, и уже это абсурдное заявление, все над ним потешаются, обращение в организацию объединенных наций, что коварная Украина напала на Россию. Вот. Но, с другой стороны, особенно громко говорить об этом Путин не хочет. Это против линии, так сказать, пропаганды, которая выстроена. Это демонстрация слабости, уязвимости России, Путина. А он нас мачо, понимаете, полуголый, на коне, скачет, всех побеждает, а тут того, гляди, просто до Москвы дойдут, понимаете, там 500 километров меньше уже, не 500 километров. Бабченко в клубе рософобов состоит вместе с Муждобаевым. Ну, давайте не критиковать Муждобаев. Айдер Муждобаев проводил пропаганду в поддержку Украины. Ну, чуть переусердствовал, но, понимаете, это же все в русле того, что происходит сейчас в Украине, вот эта борьба с Пушкиным, с Булгаковым, с музеем Булгакова. Ну, давайте с сочувствием относиться к этим действиям украинской пропаганды, политической системы. нанесено серьезное оскорбление национальной гордости. Но это способ защиты. Там это все пройдет со временем. Так, Билл, в своих странах они проводят одинаковую политику по замещению своего населения. а вот начало. Мне кажется, что у Путина и Байдена договорные отношения. Я думаю, все глубже. На самом деле и Путин, и Байден, и Макрон, и Меркель единое целое. Они проводят одинаковую политику по замещению своего населения. Ну, Билл, это конспирология, конечно. То есть население, безусловно, стареет, им нужны мигранты. Мигранты для поддержания баланса, компенсации вот этих экологических, демографических ям. Вот. Но задача замещения это конспирология. Бомченко считает, что раз уж украинцы и Россия один народ, то это не вторжение, а гражданская война. Ну, да, милые соображения. Почему израильский национализм это самозащита? Я его не осуждаю, пишет Билл. А борьба белых американцев с нелегальной эмиграцией, и борьба с нелегальной эмиграцией норма. А борьба русских с нелегальной эмиграцией это страшный нацизм. Чекистские установки. Кто называет это нацизмом? Я не называл борьбу с нелегальной эмиграцией в России нацизм. Вы повторяете установки националистов русских фашистов о том, что необходимо вводить ограничения для мигрантов из Центральной Азии, поскольку это нелегальная эмиграция. Она вредит демографической ситуации в России. Но это соображение националистов. Почему она нелегальная? Нелегальная она будет, если по вашей националистов фашистов просьбе будут приняты визовые законы. Но пока они не приняты, это легальная эмиграция. Употребляйте слова в точности, пожалуйста, дорогой Билл. Вот. Кстати, хороший пример. По вашему вопросу видно, кто вы, почему вы его задаете. Вы русский националист, который считает, что надо бороться с мигрантами. Называя их, вы называете их нелегальными мигрантами. Но это легальная эмиграция. Виктория, здравствуйте, прокомментируйте действия Путина во время вторжения в Курск. Ему страшно? Ему страшно, но он делает вид всеми возможными способами, что ему не страшно. Ну, у него очень двойственное, так сказать, положение. С одной стороны, необходимо принуждать Украину к миру на его условиях. А с другой стороны, очевидно, совершенно опасность развития этой ситуации в направлении Москвы, курской ситуации, так сказать, скажем, условно. Вот, и я думаю, что украинцы думают об этом. Посмотрим. Вам не кажется, пишет Джохар, что Путина кто-то предает из своих? Прозевать такое количество войск в СОУ границ Курска кажется невероятным. Если кто-то из своих не пакостит Путину. Я не думаю, что это каким-то образом скоординировано было с российской стороной или с частью людей в окружении Путина. Это проявилось бы и уже мы с вами читали бы о том, что арестован кто-то за безумную коррупцию. Не думаю. это хорошо подготовленный план, хорошо рассчитанный украинцев, очень рискованный, но успешный, пока успешный. Что думаете об Александре Сокурову, его фильм Владимир Куценко? Мы знакомы с Александром, я в восторге от его фильмов, я его поклонник, я в восторге от всего, что он создает. Его серия «Телец», «Солнце», забыл, как третий называется, ну, в общем, я поклонник Александра Сокурова, мне очень жаль, что его фильмы не, они сложные, это арт-хаус, арт-хаус, они не напрямую говорят о ситуации, но они о фашизме, о национализме, об империях, о телец, солнце, и третий фильм не помню. Так, Александр Аксенов, нет ли у вас ощущения, что наступление в Курскую область это пропагандистский ход и во многом желание заместить верой реальность, это желание изменить сложившуюся ситуацию в пользу Украины? Я считаю, что это не отменяет необходимости переговоров, но это так считают эксперты здесь в США, ну, практически все, что это попытка изменить расклад сил на переговорах, изменить переговорные позиции Украины. Так, Ираклий Спиропулос. Как вы можете прокомментировать то, что украинцы поголовно верят леватской пропаганде, народ провел знак равенства между Трампом и Путиным, при этом поддерживает Камалу Харрис. Но это пропаганда, пропагандистская компания Петра Алексеевича Порошенко. К сожалению, она поддерживается многими в окружении президента. И это одновременно анти- против Зеленского пропагандистская компания. Как это ни странно, я уже улавливаю эти нотки подготовки новой президентской компании все эти СБУшники будут бороться с Зеленским. Но я его об этом предупреждал. Он знает это и не предпринимает ничего для того, чтобы изменить ситуацию. Ну, это его проблемы. Галина Тушка, доброе утро. Как вы считаете, какие появились невидимые нам причины, что Украина вступила на территорию врага. Переговоры, Вовочка, переговоры, которые ведет Украина и пытаясь изменить переговорные условия в лобовом противостоянии на территорию Украины, изменить ситуацию не удается, потому что не хватает оружия. Ну, вот, накопили оружие и устроили прорыв на Курском направлении. Очень правильное действие, рискованное, но очень правильное. Так, никаких невидимых причин нету. Все более, чем видимо. Люцифер спрашивает, как вы полагаете, если бы представитель республиканской партии на пост президента был бы ястреб Джон Болтон, вели бы по-другому себя демократы или так же, как сейчас. Спасибо. Я бы не называл Джона Болтона ястребом. Он скорее отражает такую традиционную Америку. И при Буш отражал вот это произошло смещение, понимаете, такое смещение резкое влево, что традиционалисты, как вам кажется, теперь оказались ястребами. Ястребами называли те, кто говорил о том, что в Соединенных Штатах нужно начинать войну с Россией, с Советским Союзом бомбить. Но вот это ястребиная позиция, ее сейчас нету совсем. Или она совсем не слышна. Вот. Джон Болтон не ястреб. Консерватор, да. Республиканец, да, но далеко не ястреб. Так, Юрий Абката, кто слив генштаба с назначения крайними. Запрет гаджета в войсках и в территории, где партия не в договорнике, отвлечение от покушения на Трампа от Венесуэлы, Юрий, вы что-то так все в одну кучу. Ну, как-то разбейте эти вопросы на отдельные. Запрет гаджета в войсках на территории военной операции, Демпартия не в договорнике отвлечение от покушения на Трампа от Венесуэлы не знают. Так, Юрий пишет, Курск, это договорняк с Демпартией на упреки Трампа в подыгрыше лево-большевикам. Юрий, Юрий, вы же по-русски пишете, ну, подлежащие, сказуемые, предлоги, ну, как-то используйте эти возможности языка для того, чтобы быть понятным. Так, идем в конец, в самый конец. Так, у нас осталось еще немного, 50, еще минут 5-7. Так, продолжайте задавать вопросы, друзья, на все отвечу. чекиста заманили ВСУ в Курск, а РФ стала быстрее захватывать Донбасс. Что делать? Иван Волков. Ну, да, продвижение на территории Украины есть, но ситуация благодаря наступлению в Курске сильно очень изменилась. Очень сильно. Я не берусь давать советы Зеленскому Украинской армии. Вот, так что давайте эти вопросы адресуем Зеленскому военному руководству Украины. Читаете ли вы комментарии к трансляции не из ленты чата? Если читаете лайком автора раз алгоритм продвижения канала в Ютьюбе и подписчикам интересен? Юрий, ну, пожалуйста, ну, по-русски пишите, вы же, так сказать, хотите вопрос задать? У вас какой-то несвязанный набор слов. Ну, чекисты заманили, да, привет из Израиля, очень хорошо. А, Билл, лишь малая часть из них работает легально. А, у вас длинный вопрос. Мигранты эти нелегальные, потому что если вчитаться в законы миграционные достаточно жесткие в РФ, то они не соблюдаются с дозволения власти. Лишь малая часть из них работает легально. Платят налоги, имеют постоянную регистрацию, поэтому да, нелегальные мигранты отвечают на ваш ответ. Ну, Молох, да, Молох, спасибо, Илья, песен. Молох, солнце и телец. Все правильно. Это фильмы Александра Сокорова. Наши любимые с Ильей Песиным. Иван Коленко. Константин Натальевич, как относитесь к подслаблениям Венгрии из получения рабочего ВНЖ для россиян и белорусов? Ставит ли это под угрозу весь шенген по-вашему? Я хочу обратить ваше внимание, Иван Куленко, на то, что Венгрия после того, как она получила право президента, начала проводить независимую политику, независимую от этого колхоза и очень правильную поддержку граждан России, они нуждаются в поддержке. Люди бегут от призыва, от рабства, от рабского призыва в армию, где они просто кончают в жизни самоубийством от безысходности. Как изменится политическая ситуация в мире, когда Израиль решит палестинский вопрос? Ну, давайте дождемся того, как Израиль решит палестинский вопрос. Это очень важно. Если произойдет умиротворение, в Палестине в отношениях между Израилем и арабскими государствами, ну, я мало верю в то, что такое умиротворение произойдет между Израилем и Ираном. Это значит, что мы очень далеки пока от решения, от ситуации, когда Израиль решит палестинский вопрос. Так, что российские саду датами остаются в плен в Курской области? Они не хотят воевать, никто не хочет воевать, белый. И это, так сказать, хороший признак. Так, давайте последние вопросы. Никита Беломан. Да, нужен парад на Красной площади с вымысом и захоронением Ленина. Я не думаю, что для Украины это какой-то принципиальный вопрос, вынос Ленина с Красной площади, войны. Но победа в этой войне или какое-то заключение какого-то справедливого мира, более-менее надежного, в этом заинтересована Украина в окончании этой мясорубки войны. Бел, Украине невыгодны переговоры. Вот тебе да. Потеря в солдатах у РФ в пять раз выше. Украина уже нашла баланс. РФ захватила за три месяца в пять раз меньше земли, чем Украина за три дня. Ну, Бел, вы преувеличиваете. Это, к сожалению, все не так. Вот мы, если мы хотим говорить, так сказать, какие-то вот то, что было важно в начале войны, какие-то гордые заявления делают в поддержку граждан Украины. Это там мы можем произносить, но сейчас время такой более реалистичной ситуации. Потери не в пять раз больше, конечно. Потери примерно одинаковые, и это очень серьезный ущерб Украине, очень серьезный демографическая ситуация, Украина меньше, ущерб демографический значительно больше, к сожалению. Мне кажется, что для тех, кто голосует за демократию, главное это слово демократия, демократическая партия, жужу. Ну, на этом основаны были первые агитаторы демократической партии, которые появлялись у меня в ленте в фейсбуке и кричали, что в пятнадцатом, в шестнадцатом году, когда я поддерживал Трампа, республиканцев, что я против демократии, потому что я против демократической партии. Демократическая партия США это социалистическая партия, ну, в крайнем случае социал-демократическая. Хотя отличие в терминах. Она антидемократическая партия, она выступает против демократии, она выступает за репрессии, она вводит в Соединенных Штатах цензуру, она проводит репрессии против граждан Соединенных Штатов, все, что любят социалисты. Вот, друзья, давайте на этом закончим, потому что мне нужно оставить какие-то вопросы для того, чтобы записать еще ролик с ответами на ваши дополнительные вопросы. Завтра будет ролик с Георгием Тамаром, я его рекламирую, посмотрите, это очень интересно. А пожалуйста, О, 154 против 307, то есть мы все-таки перевалили за половину, спасибо друзьям, пожалуйста, поддерживайте канал, он вам нужен, насколько я понимаю, по тысячам людей, которые подписаны на него и которые участвуют вот в этих дискуссиях, диалогах со мной. Я все это дело продолжу, но при условии, что вы будете поддерживать канал. Иначе в какой-то момент, ну, будьте к этому готовы. я просто могу остановить эту деятельность. Я понимаю, что она очень нужна, и она нужна будет и после 5 ноября, безусловно. Вот, я постараюсь остаться, делать, действовать, но я очень надеюсь на вашу поддержку. Пожалуйста. Георгий. Ну, в Фейсбуке я читаю, пишите туда, на основной канал, на дополнительный, на резервный. Сейчас будет размещен этот ролик, там же в Фейсбуке, ну, везде, в Твиттере, в Телеграме, пишите куда хотите. Я присутствую везде. Нет сил смотреть Григория Тамара. Ну, посмотрите, это интересно, знаете, эта дискуссия интересна с точки зрения технологии. Он, конечно, не опытный политик, Георгий, и он срывается все время на скандал, истерику, отказывается от правил, о которых мы договорились заранее. Вот. Но это признак, ну, слабости, что ли. У Тамара во всем биби витават. нет, он что-то предлагает. Я предыдущее интервью, я от него попросил у него план действия в ГАЗе. Он довольно здравый план предложил, такой расширенный, подробный. посмотрите. Мне понравилось, я не уверен, что он реализуем. Все, друзья, спасибо, мы перешли. Сейчас нам спасибо до следующего вторника.